До Нового года осталось всего 23 дня. В преддверии самого волшебного праздника наша съемочная группа начинает серию репортажей о том, как жители Ненецкого округа готовятся встретить наступающий 2021 год. Как оказалось, непонятно сложную ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, настроение и творческий потенциал у наших земляков на высшем уровне. В этом убедилась Любовь Пермякова. Как я уже говорила, я цветные не люблю и решила в французском стиле сделать однотонную елку. Елочку такую пушистенькую я в Питере нашла, купила. Ну, соответственно, там шарики все подобрала, покупала, гирлянду матовую. Дом Тамары Гербовой в микрорайоне Мирный очень похож на сказочный. Белоизящная гостиная блистает новогодними огнями и разнообразными украшениями. Все продумано до мелочей, чувствуется рука дизайнера. Кстати, весь образ внутреннего убранства от обоев до картин со статуэтками продумывает сама хозяйка. Красиво у вас. Вы сами все делаете, сами придумываете. Откуда у вас такого? Ну, не знаю. Это же как-то, может быть, где-то беру, где-то смотрю, где-то что-то свое приходит. Что-то есть, наверное. Я родилась в деревне. Приехала с пешей поступать после школы. Так осталась здесь. Выросла в своем доме. И как-то мне в квартире не очень комфортно было. Сторожно хотелось свой дом. Мечта Тамары Семеновны сбылась в 2000 году. Именно тогда супруги приобрели этот дом, в котором раньше находилась музыкальная школа. Даже частичку родной деревни женщина разместила в своем гнездышке. Это макет сельской жизни, который вместе с дочерью они сделали своими руками. Я так понимаю, здесь раньше жили рыбки? Рыбки. А сейчас композиция? А сейчас композиция. А тут очень много воды надо, 7 ведер. Устала я там мыть за ним и убирать эти 7 ведра менять. Ну, и вообще хотела цветы посадить, вынести на улицу. А потом дочка пришла, тут решила такую композицию сделать. Сначала мы песок насыпали, потом вот эта травка искусственная, мох как бы искусственный. Ну, вот такая-то как бы деревенька. Прудик, Паша там, ну, вот это все вот наша деревенская, вот так можно сказать. Да-да-да. Все из детства. Детство, проведенное в деревне, повлияло не только на дизайн дома хозяйки, но и на выбранную профессию, которая нас очень удивила. Я заканчивала ГПТУ, водитель. Работала в аэропорту два года, на машине ГАЗ-53. А такую интересную профессию, да, мужскую выбрали, а почему? А, не знаю, почему-то. Детство-то куда-то было. Сейчас Тамара Гербова работает в Росгострахе. Трудолюбие женщины в этом году высоко оценили. Она получила золотой кубок. Но самым большим достижением хозяйка считает большую крепкую семью. У нее две дочери, четверо внуков и есть уже правнучка. В новом году они вновь соберутся за праздничным столом и по сложившейся традиции выйдут во двор. Ведь там тоже все сказочно. Падающие гирлянды, статуэтки, сверкающая елочка. Даже баня имеет свой новогодний колорит. Ну, это вот как бы закрыть немножко баню свою, индивидуально сделать. Не как у всех, типа сайдинга, да. А композицию зимняя. Сидит снегирь на ветке. Там, смотрите, домичек, окошечки торчат. Издалека очень хорошо видно. В это трудно поверить, но вся композиция сделана из пластиковых бутылочных пробок. Взяла с интернета вышивание по схеме крестиком. Как крестик, одна пробка. В общем, своим творчеством Тамара Гербова радует не только родных и близких. Ее придомовая территория стала гордостью микрорайона «Мирный». Новогодним настроением сказочный дом делится со всеми его жителями. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.